Индинский район – это чистейшие озера, густые леса и прекрасные виды. Здесь затерялась и самая западная точка Ульяновской области. Искать её отправились опытные туристы, работники управления Росреестра и молодёжь из туристического клуба Суворовского училища. Путь предстоял неблизкий. Первым делом отыскали исходный геодезический пункт, который находится в селе Первомайское. Населённый пункт на год старше областного центра и стал началом Корсунского участка Симбирской засечной черты. Но как только выехали из села, началось самое интересное. Машина увязла в колее, благо помогли опытные члены РГО. Добравшись до леса, путники отправились по намеченному маршруту пешком. Всего участники прошли 11 километров по густому лесу, холмистым полянам и даже болотам. Конечно, со стороны Мордовии было бы подойти проще, но наша задача была именно подойти со стороны Ульяновской области, Индинского района. Тем интереснее. Начало маршрута как бы не предвещало ничего плохого, а тут немножко мы, конечно, чуть-чуть искали пока путь, искали путь среди болот, но нашли. Из-за болотистой местности участникам экспедиции приходилось сворачивать с пути, чтобы опойти препятствие. Но впереди ждал живописный берег Суры. Это и оказалась ближайшая сухопутная западная точка Ульяновской области. Сама же граница региона проходит по руслу реки и находится в 28 метрах от координаты, которую определили на берегу. Но сама точка эта находится, граница проходит по руслу реки, метров 40 отсюда, в том направлении. Вот, то есть, ну, там возможности нету установить данную точку, поэтому здесь будет застолблено. Напомним, что ранее была найдена и самая высокая точка региона. Находится она на так называемой Зименной горе в 180 километрах от Ульяновска в Радищевском районе. Местоположение таких мест может использоваться в картографических материалах, описывающих Ульяновскую область. Анна Тищенко, Улправда ТВ.